Вести Карачаева, Черкесия Все школьники Карачаева и Черкесии будут обеспечены бесплатными учебниками. Глава Карачаева и Черкесии Рашид Темрезов поручил профильным ведомствам самым тщательным образом подойти к приему школ 1 сентября. Он отметил, что особое внимание нужно уделить их антитеррористической защищенности и оснащению учебниками, на которые из республиканского бюджета направлено порядка 12 миллионов рублей. Еще один важный момент – это школьное питание. В этом году бесплатное питание организовано для 24 тысяч школьников начальных классов. Но, как подчеркнул глава республики, необходим родительский и общественный контроль за организацией этого процесса в школах. Председатель правительства Карачаева и Черкесии Мурат Аргунов провел заседание Совета по проектной деятельности республики. Сегодня регион реализует 45 региональных проектов по 12 приоритетным национальным проектам. Руководители региональных министерств рассказали, как выполняется каждый из нацпроектов. В 2022 году в республике ведется строительство, ремонт или реконструкция по 125 объектам. На совещании было отмечено, что в целом рисков несвоевременного исполнения национальных проектов нет. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра. Это электроснабжение. Работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона. Мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В Карачаево-Черкесии завершился высокогорный форум «Махар-2022». Защита проектов проходила по 15 номинациям и 4 направлениям. В завершении форума объявили о победителе всероссийского грантового конкурса «Росмолодежи». Так победителями стали Тимирджанов Керам с проектом «Фотошколы. Все в кадре». Чумаева Мадина с проектом «Аж-2О для Апис Мелеферы». Лайпанова Мадина с проектом «Музыка улиц». Джуева Лаура с проектом ознакомительно-образовательного форума «Моя культура». Найманова Альма с проектом «Клуб управленцев. Босс сообщества». Буэнсузова Мелада с интервью проектом «Принципиальный допрос». Картоев Али – проект «В гостях у гор». И Хапаев Шамиль с проектом «Футбол под звездами». Первый всероссийский молодежный форум «Машук-2022», являющийся частью платформы «Росмолодежи», открылся в городе Пятигорске Ставропольского края. Под звуки государственного гимна Российской Федерации были подняты государственный флаг страны и флаг Ставропольского края. Торжественная церемония открытия была завершена концертом популярной российской группы «Гаязовс Бразерс». Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко сообщила о том, как в республике проходит подготовка к 1 сентября, готовы ли школы к приходу учеников и каких новшеств нам ожидать в сфере образования. «С нового календарного года наша республика является участником проекта по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Это организация школьных систем образования. 23 образовательные организации, это 24 здания, в этом году у нас попали под программу капитального ремонта. Пять из этих образовательных организаций попали на двухгодичный цикл ремонта, то есть в течение двух лет будет осуществляться ремонт в силу того, что это большие мощные школы с большой мощностью, с большой площадью и за год практически этот капитальный ремонт сделать невозможно. Остальные школы, которые масштабом поменьше, меньше детей обучаются, площадь, соответственно, меньше, там возможно было этот ремонт сделать в течение года. По поручению главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова, капитальный ремонт в школах, где проходит ремонт в течение одного года, необходимо завершить к началу нового учебного года». В ауле «Иконхалк» близится к завершению реконструкция общеобразовательного учреждения. В период ремонтных работ школьники обучались в школе аула «Иркинхалк». В настоящее время основные ремонтные работы на объекте завершены. Комментирует информацию директор школы имени Халмурзы Кумукова, аула «Иконхалк» Фатима Унаджева. «В гостях хорошо, а дома лучше. Все равно в гостях можно побыть день, два, неделю. Но такое долгое время очень тяжело. И для хозяев, и для гостей, конечно. Но мы оба коллектива хорошо выдержали это. Спасибо нашим коллективам, которые с пониманием отнеслись. Хочу сказать спасибо нашим родителям, которые тоже поддержали нас в трудную минуту и с пониманием отнеслись к данной ситуации». Учитель истории и общества знания гимназии номер 19 города Черкеска Лариса Матунова представляет Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2022». Педагог стала победителем регионального этапа профессионального конкурса, организованного Министерством образования и науки Республики. Познакомиться с медиавизиткой и отдать свой голос за участницу из Карачаева-Черкесии можно по ссылке tichaofrusha.ru. Здравствуйте, меня зовут Матунова Лариса Сергеевна. Я учитель истории и общества знания гимназии номер 19 города Черкеска. В этом году выпала честь представлять Республику Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года». Работаю учителем три года. До этого занималась искусством, работала в образовательном центре менеджера и решила для себя стать учителем. Сравнивая и размышляя, я начала понимать, что именно работа с детьми, педагогика — то, чему хотелось бы посвятить свою деятельность. Для меня по-настоящему важно, чтобы каждый ученик нашёл в моих предметах для себя что-то интересное, чтобы у каждого из них загорелась искра, то, что поможет им дальше найти себя. Мы уже часть истории. Как в строках песни «Сансара» мы будем продолжаться в наших детях и учениках. В Карачаево-Черкесии продолжается капитальный ремонт шести километров автодороги регионального значения «Майкоп-Карачаевск». Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы развития транспортной системы. Завершение работ запланировано на 30 ноября текущего года. 185 видов госуслуг переведут в электронный формат к концу этого года. Услуги по здравоохранению, образованию, ЖКХ и в других сферах полностью переведут в онлайн-формат в рамках проекта по оптимизации и цифровизации. Предпринимателям уже доступно более 20 видов разрешительной деятельности на госуслугах. Благодаря этому сократились сроки обработки документов и выдачи разрешений. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах республики, регулярно проводит мониторинг цен на продукты первой неопадимости. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам. И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленности и энергетики транспорта по номеру телефона 28328. За прошлый год в Карачаево-Черкесии заключили почти 2000 социальных контрактов, 223 из них заключили жители Черкеска. Эта мера поддержки второй год помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации или увеличить доходы. По всем вопросам заключения социальных контрактов можно обратиться по телефону 26 14 17. Порядка 300 молодых людей воспользовались образовательной платформой про знания КЧР, направленной на повышение качества знаний, востребованных для жителей региона сферах. Образовательная платформа – проект Министерства по делам молодежи, целью которого является создание доступной онлайн-среды для обучения актуальным навыкам. Данный проект дает возможность для получения удаленного образования в выбранной сфере, сообщил советник министра по делам молодежи Республики Расим Попшоов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы важным, по его мнению, направлением, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Жители Карачаева-Черкесии могут поддержать воинские подразделения ДНР и ЛНР, присоединившись к масштабному проекту ОНФ «Всё для победы». Общероссийский народный фронт запустил проект в поддержку луганских и донецких военных подразделений, благодаря которому все желающие могут оказать адресную помощь бойцам, занятым в спецоперации. Световая иллюминация над пешеходной частью улицы Первомайской в Черкесске будет включена в конце августа. Улица Первомайская в Черкесске уже не первый год является местом протяжения для гостей и жителей республики. Основной изюминкой этого места является световая иллюминация. Протяженность новой иллюминации увеличена до улицы Ворошилова. Подсветка 52 деревьев и знаков зодиака на пешеходной зоне уже организована весной этого года. Лучшие творческие силы Карачаева Черкесии вовсю готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца республики Эльбрус готовит особую программу, которая в сентябре будет представлена на главной сцене страны в Кривлевском дворце. Об этом рассказал художественный руководитель ансамбля Исмаил Байрамкулов. Брали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый. У нас номер есть, сюета танцевальная. Карачаевский народный танец «Обезырик». Это у нас самые ударные номера. Это визитные карточки нашей республики. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по городу Черкесску задержали 45-летнего жителя Малокарачаевского района, подозреваемого в серии краж из частных домовладений. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли предполагаемые орудия преступлений – маску, перчатки, нож, приспособление для отжатия окон, отпугиватель для собак, а также газовый баллончик и травматический пистолет. Предварительно установлено, что из родного села, в 80 километрах от Черкеска, он приезжал к своей бывшей жене повидать детей. В ночное время он выходил из квартиры и направлялся в частный сектор, неподалеку, возле железной дороги. Отжав окно, вор проникал внутрь жилищ и похищал все, что найдет ценные – от небольших сумм и планшета, а также до шуб, ювелирных изделий и валюты. Установлено его причастность к 19 кражам и двум покушениям, которые он совершил с 2016 года. Общая сумма ущерба составила более 8 миллионов 300 тысяч рублей. В районе склона горы Красная Горка обнаружены останки 23 бойцов Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. В рамках совместной работы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества сотрудниками отдела криминалистики Следственного управления по Карачаево-Черкесии на постоянной основе координируется деятельность общественных объединений, уполномоченных на проведение поисковых работ, рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилиева. Членами общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества поисковое движение России на территории ущелья Морозского и Архийского перевала Зеленчиковского района Карачаево-Черкесской республики в тесном взаимодействии со следователями криминалистами проводились поисковые работы по обнаружению останков погибших в Великой Отечественной войне. Во время поисковых мероприятий с водными поисковыми отрядами в районе склона горы Красная Горка вблизи Морозского перевала были обнаружены и изъяты останки 23 бойцов Красной Армии, которые погибли в период Великой Отечественной войны в сражениях против немецко-фашистских войск при битве за Кавказ, до сих пор числящихся как без вести пропавшие. Поисковики и члены поискового отряда Следственного управления тщательно зачистили небольшой окоп, который стал для красноармейцев последним рубежом обороны. Обнаруженные останки изъяты и вместе с протоколами расклопок и фотографиями переданы следователям Зеленчукского межрайонного следственного отдела. Для назначения и производства необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых останки бойцов будут переданы муниципальные органы государственной власти для организации торжественного захоронения. Госавтоинспекция Карачаева-Черкесии сообщает о том, что на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Оно направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом рассказал заместитель командира отдельной роты ДПС ГИБДД по городу Черкесску Ибрахим Токов. С начала текущего года на территории республики произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этих ДТП 5 человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести. С целью предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Основной задачей данного мероприятия является предупредить водителей о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. В Москве состоялась Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов под хэквондо. Спортсмены из Карачаева Черкесии завоевали две медали. Серебряную медаль весовой категории до 68 кг выиграл Амаль Агержаноков. В весовой категории до 49 кг в бронзу завоевала Маргарита Алиева. Всего в спартакиаде участвовали порядка 120 спортсменов из более чем 30 регионов страны. Соревнования проходили в четырех весовых категориях у мужчин и женщин. Радио России. Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. В горах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30-35, в горах до 26 градусов. В Черкесии без существенных осадков ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6,11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 33 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!